Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Об этом гласит 42-я статья Конституции Российской Федерации. Есть и другие законы, гарантирующие человеку его экологические права. Их незнание порой приводит к печальным последствиям. Устранить пробел в правовом воспитании жителей Ненецкого округа призван проект «Баринс отделения Всемирного фонда дикой природы». В эти дни представители организации проводят в Наринмаре тренинг-семинар. Его цель – вовлечь в охрану окружающей среды как можно больше граждан, рассказать о том, что сохранность окружающей среды зависит от каждого из нас. В Ненецкий округ пришел большой проект. Крупнейшая международная организация всерьез занялась вовлечением граждан в охрану окружающей среды. Цель организаторов проекта – дать участникам семинара первичную информацию. Потребительски относиться к тем природным ресурсам и богатствам, которые нас окружают, дальше уже невозможно. Не самая благоприятная экологическая обстановка требует действий, а именно охраны окружающей среды. И это дело каждого, будь то профильной общественной организации или отдельно взятый неравнодушный человек. У меня очень много будет вопросов в этом семинаре, поскольку я здесь живу, это мой дом, это моя земля, моя река. Мне многое не нравится. То, что у нас делается по берегам, что у нас не чистится река, что у нас пропадает рыба. В общем, очень много вопросов. И вот хотелось бы всё это послушать, оценить, принять во внимание и донести до тех людей, с которыми я общаюсь. Дать ответы на вопросы жителей в регион в рамках семинара приехала Юлия Якель, директор Центра по сохранению биоразнообразия, традиционных знаний и правового просвещения хранителей, разработчик законопроектов в области защиты прав КМНС. Много лет Юлия Якель занимается распространением знаний в области экологических прав граждан. В рамках трёхдневного образовательного тренинга участники узнают о правовых и практических возможностях осуществления общественного контроля за соблюдением природоохранного законодательства. Очень интересные вопросы задают. Вы знаете, вплоть до того, что по изменению законодательства, потому что есть какие-то нормы, которые они пытались применить, но неприменимы по их мнению, по каким-то вопросам. Судебную практику спрашивают. Вы знаете, это уже говорит о том, что уровень знаний экологических прав граждан в вашем регионе уже радует. То есть он уже выше, чем мы, например, даже ожидали. Радует организаторов и уровень знаний и само количество участников семинара. Тренеры убеждены в том, что охрана окружающей среды – это обязанности человека, и знания о ней он должен получать с малых лет. Тем особее неприятно, что проект заинтересовал студентов-экологов. Юлия Монзадей получает профессию по специальности «Рациональное использование природоохозяйственных комплексов». На тренинге черпает информацию, в том числе и для написания дипломной работы. На лекциях мы проходим теорию, то есть не совсем можем даже понять. Это законодательную базу, правовые акции и судебные решения какие-либо. Но мы это проходим, затрагиваем. Но на практике это, конечно, намного интереснее. Знания, которые получат участники семинара, в дальнейшем должны применяться для общественного контроля за охраной окружающей среды. Будь то общественное слушание по обсуждению законодательных решений в области экологии, восстановление нарушенных экологических прав граждан или составление запроса на информацию о состоянии окружающей среды. «По тому, как начался семинар, по тому, как люди стали уже активно задавать вопросы, чувствуется, что эта тема важная для них. И мы надеемся, что мы поможем, ну если не решить все вопросы, наверное, это невозможно, но по крайней мере дать ключи, дать механизмы к тому, чтобы в дальнейшем они смогли решить вопросы, связанные с их деятельностью непосредственно». Семинар-тренинг по вовлечению граждан в охрану окружающей среды продлится до 3 марта. Завтра участники обсудят законодательные гарантии коренных малочисленных народов на ведение традиционного образа жизни и исконной среды обитания.